Это кадры рейда общественного движения Чону Молдеры. Компания молодых людей-девушек распивает алкоголь в общественных местах. Под камеры активистов попадают также и недобросовестные предприниматели, которые нарушают закон о торговле спиртным. А вот будний день, центр Кызыла, полдень. Несмотря на это по Арбату ходят шатающиеся люди, а некоторые сидят на лавочках в ожидании очередной порции горячительного. Сергей Мангуш, активист движения Чону Молдеры, говорит, что на улице Кызыла и развлекательных заведениях все чаще можно увидеть в нетрезвом виде именно девушек. Проблема возникла из-за чего? Из-за того, что опять же молодые люди в нетрезвом виде начинают драки, некоторые попадают на зону, некоторые погибают. Или по вине пьяного водителя много кто погибает тоже. И поэтому у нас неравномерное соотношение женского населения и мужского населения. Из-за того, что нет у нас парней, женщины из-за одиночества начинают приобщаться к алкоголю. То есть с подружками собрались и начинают выпивать. А что им делать, если семьи нет? О росте женского алкоголизма нам рассказала Ирина Бадыргы, главный врач Реснаркодиспансера ТУП. Сегодня в учреждении на лечении находятся около 4000 человек, где 1900 – это алкозависимые женщины. В последние годы мы неоднократно говорим о том, что женский алкоголизм, к сожалению, у нас увеличивается. Это очень прискорбный факт. И в этом отношении мы стараемся все-таки в своих выездах в районы, все-таки операцию уже на контингент боли женского населения. Плотно работаем с органами опеки, социальными службами. В честь Дня трезвости в Национальном парке ТУВ прошла открытая площадка. Здесь врачи регионального центра медпрофилактики, республиканского спеццентра и Реснаркодиспансеры давали консультации, советы и рекомендации по избавлению от зависимости. Ведь зачастую больные люди проблему не признают. Как говорит психолог Республиканского центра медпрофилактики Чагамада Пай, если человек прикладывается к бутылке больше двух раз в месяц, то это уже зависимость, а там до алкоголизма рукой подать. Один признак человека, который имеет пристрастие к спиртным напиткам, это тогда, когда стрессовая ситуация возникает. То есть какая-нибудь авральная ситуация, он идет за решением проблемы для того, чтобы снизить уровень тревоги и понизить уровень стресса. Он идет к бутылке и в компании друзей или же один запивает, чтобы снизить тревогу. Потому что здоровье для человека – самая главная ценность. В рамках Дня трезвости в Кызыле открыли территорию, свободную от алкоголя, в частности, молодежный сквер теперь символизирует зону трезвости. Территория здорового образа жизни. Ну и, конечно, я не говорю о каких-то ужасных вещах, типа наркотики. Нет, мы с вами тува, устремленная в будущее. Кызыл, который смотрит только вперед. Ребята, территория здорового образа жизни. Ура! Как говорят организаторы мероприятия, зона трезвости не просто так появилась в молодежном сквере. Здоровая и свободная от алкоголя молодежь – это здоровое и светлое будущее. Так, в честь Дня трезвости по всей республике запрещена продажа алкогольной продукции.